Вот видя такое положение, полное отсутствие реакции власти на наши действия, с учетом складывающейся обстановки, мне так кажется, мы должны в своем заявлении от имени гражданского движения персональную ответственность за складывающуюся ситуацию и за его последствия возложить персонально на президента, руководителей ветвей власти, а также силовых структур. Почему? Потому что наше обращение президенту, правительству, Джоург, Кенеш, Генеральной прокуратуре, другим силовым структурам осталось абсолютно без никакого ответа. А куда нам дальше обращаться? Состоялось внеочередное срочное заседание Совета Безопасности. И, насколько я знаю, по данным средствам массовой информации, о нашем обращении, о фактах, которые происходят в нашей жизни, связанные с выборами, ни изложенные материалы, ни другие моменты, абсолютно никакой реакции ни одного члена Совета Безопасности не вызвали. О чем это говорит? Давайте подумаем. А вот у меня лично, наоборот, создалось впечатление, что по итогам заседания дана установка на дальнейшее закручивание гайки. Вот, пожалуйста, почитайте последние данные, ну, последние данные, что там приводится в сообщениях о Совете Безопасности. Вот в нашем движении экс-президент страны, уважаемые наши спикеры, премьер-министры, депутаты. А вот на наше заседание приходит начальник отдела управления. Я его очень уважаю, он у меня работал в одно время. Толковый, хороший парень, но он начальник отдела. Что он может сделать после нашего заседания? Пойдет рапортом, с рапортом доложит начальник управления. А он кому доложит? Возможно, доложит, возможно, не доложит замминистру. А замминистра положит на стол, скажет об этом министру или нет, я не знаю. И что же получается? Какая реакция будет на итоги нашего заседания и на наше заявление? Я думаю, абсолютно ноль. И я думаю, вот таким образом, по всей видимости, наши руководители государства показывают на наше место, кто с нами может разговаривать, как они будут реагировать на наши предложения. Поэтому, с учетом именно изложенных этих обстоятельств, я предлагаю возложить персональную ответственность за складывающуюся обстановку и за его последствия на президента, спикера, премьер-министра, председателя Верховного Суда, генерального прокурора и других руководителей силовых структур.